Всем привет! Сегодня у нас гарантия, не гарантия. Это DEVOLT DWH24K. Перфоратор куплен 10-12-21 года. Причина обращения при работе не бьет должным образом. Первое, на что я сразу обратил внимание, переключатель стоял неровно почему-то. Ручка, инструкция, гарантия, три года. Дата производства перфоратора 12-2020. То есть он год лежал на складе или в магазине. Убираем чемодан. Будем смотреть. Как-то он сюда не до конца закручивается. Что-то не есть хорошо. Ну и здесь точно такая же ситуация, как в прошлом видео у меня было в недавнем. Слизан червяк на роторе. Сто пудово. Хоть крути, хоть не крути. И он даже не задевает шестерни. Скрываем, смотрим. Хотя результат понятен и очевиден. Уже не заглядывая внутрь. Смазка что-то тут. Сирая такая вся. Должно быть зеленая вроде. Так. Так. Продолжение следует... Теперь можно вскрывать электрическую часть. Видите, снизу стоит винт с полной резьбой, а чуть выше, покороче чуть-чуть. Вот здесь то же самое, вот видите, мы берем, можно сказать, почти новый. И контакт гуляет. Вот здесь, как кто-то в комментариях к прошлому видео написал, что его, скорее всего, тот серфоратор, почему ротор слезался, использовали как миксер. Этот, возможно, тоже, потому что по следам вот этой минеральной ваты, видно, что это не электрики, не сантехники работают им. Это именно гипсокартончики и отделочники. А эти могут использовать его как миксер. Видите, вот щетка. Вот это вот, я считаю, ненормально. А еще тут реверс хрен повернешь. Слышите, там ваты набиты полные резьбой, я даже не до конца ее не могу провернуть, чтобы открутить. Хотя ее откручивать не надо, но почистить и стоит. Сейчас начнешь откручивать, и она может сломать ее совсем. Ну, тут и щетки уже пора менять. Так, эти я откручу. Теперь поворачиваем, чтобы щеткодержатели не цеплялись. Вот так. И можно снимать. Здесь я проду, вон, видите, все это вата внутри. Здесь я проду, вон, 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 вон. Здесь я проду, вон, 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 вон. Ну, и вот, о чем я и говорил. Задний подшипник туговато крутится. Ну, видите, в каком состоянии смазка. Включается здесь подшипник просто жопа. Но я считаю, что это не гарантия. Короче, сейчас все разберу, вытру и покажу. Разобрал, показываю основные нюансы. Корпус. Видите, следы. Тут что-то сдирало прямо. Шестерня. Зуба нет. Подшипник мертвый. Цилиндр. Одна коцка, другая коцка. Ударник. Ненормальный. Шестерня. Не знаю, нормальная она или нет. Но такое ощущение, что она не должна быть настолько острая вот эти грани. Хотя, может, так и должно быть. Тут я не уверен. Муфта нормальная. Пластина переключения нормальная. Пружина нормальная. Предохранительная муфта. Нормальная. Кольцо сверху. Нормальная. А вот бочонок вот этот изношен с одной стороны. И вот следы обломков. По-моему, это вот штука, которая изнутри должна стоять. А может и нет. Ствол подходит. Направляющие уже тоненькие. Баёк коцанный. Остальное все нормально. Ну, резиночки, естественно. Это ловитель. Здесь я даже ничего не смотрел. Здесь стопудово еще куча опивок. Даже вот чувствуются они. Сюда магнит надо запустить. Я думаю, что это не гарантия. И происходят такие вещи из-за того, что вы работаете либо в режиме отбойного молотка, либо в режиме миксера. Кстати, не показал он изначально. С другой стороны ящика сделано в Индии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok